Сказки с оркестром. Так звучит название творческого проекта, который подготовили музыкальные коллективы Ленинского мемориала совместно с актерами независимого театра студии «Инфанта Рибль». В выходные и праздничные дни выпадает много времени, чтобы побыть с родными и близкими. Поэтому программы, со слов организаторов, обещают быть интересными как для детей, так и для взрослых. По сути, мы все родом оттуда, откуда близко, и мы на Новый год встречаемся со своими родителями. Мамы, папы, бабушки, дедушки. И сегодня вот эта традиция передачи с поколения в поколение сегодня здесь. И когда мы приглашаем на сказки с оркестром, я все-таки вам хочу сказать, что использована музыка лучших стандартов, лучших классические образцы. Несмотря на пандемию, репетиции и концертная жизнь не останавливаются. Более того, коллективы из разных творческих направлений объединяются, чтобы подарить праздник ульяновцам. Это большое счастье, хоть чуточку быть причастным к такому, я бы сказал, божественному явлению, как музыка. Потому что это универсальный язык, язык сфер, высших сфер. Он не имеет ничего общего с, скажем так, с профанной, с бытовой просто. Жизнь обыкновенная. А музыка – это прямой выход в жизнь духа. Так, автор проекта, художественный руководитель и главный дирижер Оркестра русских народных инструментов Артем Белов для литературно-музыкальной композиции «Снежная королева» подобрал музыкальное сопровождение из произведений композиторов Эдварда Грига, Поля Дюка, Георгия Свиридова и Анатолия Лядова. Литературным источником выступает одноименная зимняя сказка Ганса Христиана Андерсона. Над этим ложем на жердочках и шестах сидело около сотни голубей. Это все мои, сказала маленькая разбойница. А вон там сидят лесные прайдохи. Это дикие голуби, вот те два. Необходимо отметить, что слушатель в этой программе услышит действительно целое разнообразие, целый калейдоскоп разных музыкальных тем. Плюс ко всему, когда мы подбирали музыку, мы, естественно, продумывали дикие лейт-темы. То есть, определенные, так сказать, характеристики давали главным героям. В частности, есть тема любви, тема зеркала, тема тролля, так называемая. Ну и, конечно же, тема снежной королевы. Концертные выступления проходят в Творянском собрании Дворца культуры имени 1 мая и Дворца творчества детей и молодежи. Анна Тищенко, Данил Сурков, Новости ЛПравды ТВ.